Один человек погиб, 10 пострадали из-за непогоды в Москве. На столицу в воскресенье вечером обрушился ураган. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. При этом аномальная жара в Москве сохранится в понедельник до плюс 33. Из-за урагана в Москве погиб один человек, десятки доставлены в больницы. Об этом сообщает мэр Сергей Собянин. Ранее СМИ писали, что мужчина погиб из-за падения дерева в районе украинского бульвара. Из-за урагана пострадал фасад Лефортовского тоннеля. Его облицовка обвалилась прямо на проезжую часть. Видео с последствиями шквалистых порывов ветра наводнили соцсети. На кадрах видно, как ветер гнет к земле деревья, отрывает рекламные щиты и металлические конструкции. По словам Собянина, нынешняя ситуация сложнее, чем в предыдущие дождливые дни с грозами. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, сообщил градоначальник. Ураган сорвал заключительные мероприятия российской креативной недели в парке Горького, рассказывает обозреватель российской газеты Сусанна Альперина. Мы были на российской креативной неделе, и вдруг начался страшный ураган. И у нас начало гаснуть освещение, и на крышу шатра посыпался дождь, и уже начало сливаться. Сбоку тоже дождь и листья. И подбежали охранники и сказали, мы уже все шатры эвакуировали, ваш последний. И дальше люди разбежали, ну вы знаете, пар Горького, открытое пространство, и прямо клубы, и воды, и ветра. И мы успели добежать до ближайшего кафе, где сидели люди на открытой веранде. Вот на эту веранду набилось людей, как в трамвай час пик. Над каждым столиком стояла толпа людей, и мы все ждали, когда дождь утихнет, но он утих где-то чуть-чуть. Через полчаса мы просто смогли выйти из парка, взять такси, или там кто-то побежал в метро, как укрытие такое надежное. Сусана Альперина, обозреватель российской газеты. Корреспондента Бизнес-ФМ Александра Астахова непогода застала в Коломенском. Гулял я в Коломенском, в какой-то момент небо впереди начало подозрительно темнеть. Но у меня был зонт, я подумал, нормально прорвемся. В итоге начался очень сильный ветер, неожиданно сильный, и вроде как предупреждали, что ураганный, но на этот раз прям перебор. У меня зонт выворачивало, наверное, раз пять. В итоге он не особо вообще спасал. Потом я гулял вдоль набережной, гулял, иду, и справа там лес, и начали деревья падать. Там одно дерево упало, с других деревьев ветки начали обламываться. В общем, стало стремно, но в итоге я решил с набережной идти, где-то укрыться, потому что там вообще не было места, где спрятаться. Ветер очень сильный, прямо сносило. Ну да, молнии сверкали, гром сильный, причем местами прям молнии сразу гром, то есть, видимо, где-то было рядом. Александр Астахов, корреспондент Бизнес-ФМ. А на севере Москвы, в районе Южная Медведкова, ветер поднимал в воздух даже камни, рассказывает 10-летняя москвичка Саша. Я гуляла на улице во дворе, падал сначала не сильный ветерок, а потом все начало лететь, там всякий песок, камни, деревья сшатались. Потом начался крупный такой дождь, гроза, очень сильный там гром и молнию видно было. Я чуть там не упала, камень попал в живот, больно было. Не сильно повредил, но ветер был очень сильный, уносило много, там всякий мусор летал. Москвичка Саша. В воскресенье жители города стали получать СМС с предупреждениями о непогоде лишь ближе к 8 часам вечера, когда ураган уже прошел. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.